приветствую вас друзья мои с вами серёга вы смотрите несложную кулинарию сегодня вместе с вами я бы хотел приготовить один очень классный алкогольный напиток который будет особенно в тему в зимнее время года разумеется это глинтвейн готовится он на основе красного сухого вина путем его нагревания и добавления специй и фруктов традиционно данный напиток употребляется в австрии германии швейцарии и чехии на рождественских базарах а также во время праздников проходящих на открытом воздухе сейчас покажу как быстро его приготовить прямо у вас дома приготовление глинтвейна начинаем с подготовки фруктов первым делом берем апельсин и разрезаем его на дольки обычно я делю его на восемь равных частей таким же образом нарезаем два небольших яблока теперь переходим к лимону сама его мякоть нам не пригодится но нам нужна его цедра снимаем ее при помощи овощечистки самая сложная часть приготовления позади настало время разогревать вино ставим небольшую кастрюлю на плиту в нее наливаем 1 литр красного сухого вина здесь я бы хотел поподробней остановиться на выборе вина для глинтвейна традиционно используется красное сухое вино либо полусладкое с крепостью не меньше 7 градусов на самом деле по личному опыту скажу что мне проще взять сухое вино и отрегулировать сладость напитка самостоятельно при помощи сахара чем надеяться на производителя полусладкого вина разогреваем вино одновременно добавляя в него ранее подготовленные дольки апельсина яблоко и цедру лимона по специям мне больше всего нравится следующий набор одна палочка корицы два соцветия гвоздики и одна звездочка бадьяна перемешиваем содержимое кастрюли даем напитку прогреться после этого необходимо оценить его на сладость и при необходимости добавить сахара я использовал сухое вино поэтому глинтвейн получился совсем не сладкий добавляем 100 грамм сахара не забудьте перемешать содержимое кастрюли это поможет сахару раствориться быстрее разогреваем глинтвейн до температуры 75-80 градусов накрываем крышкой и снимаем с плиты даем ему настояться в течение 10-15 минут по поводу температурного режима приготовления глинтвейна вопрос на самом деле очень важный глинтвейн ни в коем случае нельзя доводить до кипения иначе весь спирт выпарится и на выходе вместо настоящего глинтвейна вы получите обыкновенный компот для красивой подачи помещаем внутрь бокала ломтик апельсина и несколько палочек корицы заполняем бокал горячим напитком желательно сделать это не проливая ничего мимо как это получилось у меня как вы видели глинтвейн полностью готов и теперь я могу его попробовать мне кажется глинтвейн это просто потрясающий напиток на самом деле достаточно трудно себе представить напиток более согревающий вкусный и поднимающие настроение одновременно лично я готовлю глинтвейн достаточно часто особенно в морозные дни знаете очень приятно попивать глинтвейн из термоса гуляя по зимнему лесу как всегда по традиции внизу под этим видео будут перечислены все громовки использованных в данном напитке ингредиентов там же есть ссылочка на мой инстаграм если кому интересно а у меня на этом все подписывайтесь на мой канал не проходите мимо нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ставьте лайки если вам понравился этот рецепт если вы хотите помочь в развитии моему каналу то внизу есть кнопочка поделиться поделитесь этим видео со своими друзьями до скорых встреч и приятного всем аппетита до встречи